Документ для валявки Угля тут навалом Да мне больше не надо Товарищ комдив, как думаешь, береста вместо бумаги сойдет? Сойдет Рви, Петька Гильза, Василий Иванович, пустая Валялась тут никому не нужная И ты ее, конечно, взял Конечно, не пропадать же добру Петька, проверь сумочку Может там спирт? Эх, нет Или одеколон есть? А зачем нам одеколон, товарищ комдив? Прыщики смазывать А-а-а Нет, Василий Иванович, одеколона там нету Только градусник И настойка какая-то лечебная На спирту? Да если бы Обыкновенная микстура Ну шо ж, придется, Петька, с прыщами ходить Хороший танк, знатный Жаль только, сломан А чего жаль-то? Ну сломан и сломан Чего тебе? Да вот прокатиться бы на нем Ты, Петька, и на велосипеде-то ездить не умеешь А тут танк Даже и не думай Куда собрались? А ну, ровляйсь! Да тише ты, разорался тут А куда вы без документов намылились? Не пущу! Да будут тебе документы попозже Ну смотрите, время идет Садись, Петька, и пиши документ Только смотри мне, без ошибок что Че писать-то? Пиши, Петька, что я есть красный командир Василий Чапаев А ты при мне ординарцем Мандат на два лица Написал? Написал! И пусть теперь этот бдительный товарищ Валявка Не сомневается Товарищ Валявка А, это все вы Бумаги достали? Достали? Как не достать? Показывай документ, Петька Чтоб ни одна, понимаешь Не сомневалась, что мы красная Видал, то да Видать-то видал Только это все Филькина грамота На вашем документе печати красной нет А без красной печати ни один документ не действителен Как так? А вот так Так что, граждане, без печати я с вами даже и разговаривать не буду Вот тебе раз, Петька Оказывается, не все так просто Ты чего это, Петька? Да я вот, товарищ Камги, в печать на документе хочу поставить Каким таким образом? Поясни А очень просто В градуснике ртуть красного цвета Если его разбить, то можно этой самой ртутью на бумаге красную звезду нарисовать На вроде и печати будет Молоток, Петька Хорошо придумал Ставь свою печать Уже, товарищ Камги Показывай, Петька, документ наш А то полчаса уже поди истекли Вот, товарищ Малявка, все как положено Надеюсь, претензий к нам больше нет? Ну, теперь я вижу, что вы свои И бумага в порядке, и печать на месте А теперь рассказывайте, с чем пожаловали? Партизан мы с Петькой ищем Наших Парамонов сказал, что выведет нас к ним Вот и вывел Партизаны? Да здесь они, в Шишкином обраге Как отсюда выберетесь, так направо А как же мы отсюда выберемся? А полезай на гусеницу Я вас мигом подыму с комфортом Глуши мотор, товарищ Малявка Бурку мою засосала Траки надо разбивать Ну, или бурку рвать Давай, Петька Что? Бурку рвать? Я тебе дам бурку Траки давай разбивай Нет, я, конечно, постараюсь Да уж постарайся Не век же мне тут торчать А вот ключик в этой ситуации Мне бы не помешал Можно, товарищ Малявка? Ну, можно Только осторожно Как получится Легче легкого И теперь у меня есть целый болтик Ты, Петька, думал бы поскорее, как меня освободить Металлолом он собирает, пионер Петька, никак Командира свобо бросаешь Да что ты, Василий Иванович, как можно? Да? А что тогда на выход косишься? Эх, и не стыдно тебе Стыдно, товарищ комдив Больше не буду Эх, рассудись плечо Ты чего орешь, Петька? Посторонись, говорю, Василий Иванович Сейчас из плена тебя выручать буду Фух, чуть бурки своей не лишился Но у него такой комфорт Правда, Петька? Да, мы лучше сами наверх залезем Пешком Ну, лезьте Я же как лучше хотел Полезли, Петька А это еще кто там похрапывает? Бандит, наверное, Василий Иванович А давай я в него камнем Петька, погоди Может, это и не бандит никакой? Сдается мне, что это наблюдательный пункт партизан А этот человек дозорный Только хорош дозорный Рыхнет так, что храп на всю округу слыхать Сейчас мы его, Петька, попугаем немного Эй, партизан, подъем! Белые наступают! Даже ухом не повел Совсем расхляпались твои У меня в полку отродясь такого не было Все как по струнке ходили А тут партизаны В этом дупле обитают пчелы Это я по жужжанию понял Поэтому руками туда лучше не лезть Это землянка В земле потому что Ну, или почти в земле А флаг за версту, видать Сразу видно, где партизаны спрятались А вон там, Петька, наверное, я Шишкин овраг виднеется Туда-то нам не надо Пошли Ухью, чтоб тебя, Петька! Я здесь, товарищ комдив! Эх, что это было? По всей видимости, ловушка Да, это я уж понял Снимай меня отсюда Петька, скорей Не могу я вниз головой висеть Да как же я тебя сниму-то? Не знаю, Петька Попробуй веревку перерезать Ладно, попробую Только пока не знаю, чем Так, а тут у нас пасика, что ли? Вообще-то, похоже Ну, мало ли Может, это аэродром местный? Пойду спрошу лучше Здорово, дед! Ты кто? А тебе какое дело? Ходят тут всякие Всех пчел пораспугали А потом еще удивляет Скудать в стране мед подевался Как же Будет вам мед, когда разгуливают тут И да на аэропланах летают Без присмотру Ага Так ты пасечник? Пасечник, пасечник Был пасечник, да весь вышел Потому как нечего тут шастать От таких вот шастальщиков Все пчел разлетелись Да еще пугалые это Эх! Ну ладно, не бурчи Как звать-то тебя? Как звать? Как звать? А тебе какое дело? Федосеич меня звать И что с того? Как будто пчелы от этого домой вернутся А я так понимаю От тебя, Федосеич, пчелы сбежали Эээээ... В смысле улетели Понимаете он Много вас таких понимальщиков Все только делают, что понимают Хоть бы делом кто помог А нет, все только понимать умеют Глаза б мои не смотрели Да Осерчал, дедушка На все человечество осерчал Только я-то тут при чем? Сколько ульев пустых валяется Думаю, если я возьму один Никто и не заметит Это кто ж так глубоко Вилы в дерево всадил? Да не так уж и глубоко Вот не понимаю я этого К чему пугалу корзина А мне пригодится О, гиря Ээээ, не трожь Одна осталась, последняя А зачем она тебе? Меда-то все равно нет Да мало ли Мои пчелки вернутся, надумаю Ага, и сразу с медом Все равно не дам Пригодится Один улей Это еще куда не шло А два уже воровство Этак я всю пасеку разворую Самолет, самолет Ты возьми меня в полет Провода без тока Все равно, что Ну, в общем, плохие это провода Пользы от них нет Странное пугало какое-то Вертится и вертится И как же к нему подойти? Не советовал бы вообще туда лезть Если еще жить охота Жить-то охота Ну, любопытно ведь Да, штука интересная Это я согласен А все фуфайкер Пилот Союзнический Смастерил И что думал Туземец Чтобы враги к нам Значит, через болот Не шастали Хе-хе Будто враги С другой стороны Появиться не могут А теперь вот Не выключается никак Уж что он в емте пугало Напихал Не знаю Знаю только Кнопка у него На башке находится А пойди Нажми ее Кнопку-то Салат Изрубит Своими граблями И что? Никак Нажать невозможно Никак Уж сто разов Пробовал В голову ему Кидать А на кнопку Все не попадает Вот Все гили на него Перевел Одна осталась Последняя Куда гирю тащишь? Да мне для дела Для какого это дело? Хочу попробовать Уголо твое Остановить А Для этого? Ну тогда Бери Только учти Что кидать в него Гири Бесполезно Я уже пробовал Ладно Учту Обзору маловато Самолет весь вид загораживает А так ничего Красиво Не все можно положить в корзину Даже если очень хочется Интересно А если корзину На провода повесить Она поедет? Нет Слишком легкая А была бы потяжелее Поехала бы Может и до пугала Доехала бы Попробуем сбросить На пугало Что-нибудь Тяжеленькое Опа Какой я все-таки Умница Ловко Я бы до такого Не додумался Не зря Значит я тебе Последнюю гирю Пожертвовал Ты дедушка Не серчай Ну никто же не виноват Что у тебя пчелы улетели А кто виноват? Кто? А-а-а То-то и оно Что никто не виноват А меда в стране Нехватка Отсюда все болеют Да никто не воюет А виноватых у нас Конечно нет Ну ладно Чего надо-то от меня Спрашивай А можно? Да можно Чего уж там Зря что ли пришел? Э-э-э Федосеич Чегось? Так почему от тебя Пчелы улетели? Хе-хе А я у них Забыл спросить Почему? А сами они Передо мной Не отчитывались Ну ладно Я ж серьезно Может помочь Чем смогу Да че б ты поможешь Вот как бы ты Мне их назад Притащил Тогда бы У меня И апатия Моя прошла бы А то ведь И жизнь-то Не в радость Да чего уж тут Радоваться Без пчел-то Во-во Радоваться нечем Э-э-эх А как этот Наэропланета Сюда попал? Фуфайкер-то Да очень просто Прям с неба И попал Сбили что ли? А то Им ведь человека Сбить что плюнуть А фуфайкер Он хоть и интервент Но большого ума Человек Хотел вот даже Электричество провести Но машина его все Капут Сбой дала Одни провода Остались Да толк-то от них Ток-то все равно Нету Хороший В общем человек Только По-нашему Не балакает Слыши Фуфайкер А ну Скажи нам Что-нибудь Я нихт Не понимает Во Видал Не понимает Не понимает Баришу Банкет пожар Банкет пожар Банкет пожар Банкет пожар Товарищ Товарищ А товарищ Да Вот вы На аэроплане Бесполезный это Он по-нашему Не того Чего Не того А ничего Не того Не этого Не понимает Он по-русски На то я его Фуфайкером И прозвал Правда Фуфайкер Я не понимает Слыхал Нерусь Забавная штучка Надо взять Может пригодится Когда-нибудь Теперь можно И за медом Безнаказанно лазить Ни одна пчела Не укусит Коса Вещь хорошая Ей можно косить А можно Не косить Вообще-то Делать мне тут Больше нечего Это коса Инструмент Такой Сельскохозяйственный Сейчас я тебя Василий Иванович Косить буду Эээ Петька Ты чего Не боись Старышка Мгив Больно не будет Ну если только Чуть-чуть Это что Думали Мерзавцы Самого Чапая За ногу Подвесить Вот народец Пошел Да Бессовестные Таких Расстреливать надо А ты Петька Вообще Помалковай Другой Блин твоим Вместе Не раздумай Веревку Зубами Кинулся Перекусывать Ежели бы Его Товарищ Вот так Как я Вниз Головой А ты Виноват Товарищ Комгив Больше Такого Не повторится Ну Ну ладно Прощай Но учти Петька В последний раз Я с пола Всякую гадость Не подбираю А вот веревочка Нам обязательно Пригодится Ага Особенно если придется Кого нибудь За ногу Подвесить Эх Была Не была Что ты там Петька Еще задумал Пчел Сейчас выгонять Буду Товарищ Комгив Из дупла Именем Революции На выход Откуда Вадач Ты почему же Это За что Помогите Ну и что ты наделал Петька Теперь Человека Пчелы Загузает А пусть знает Нечего на посту Дрыхнуть Спасите Люди Добрые Помогите Товарищи Человеки Ой Ой Не надо Ой Не надо Ой Больно Больно Так Что тут у нас Мед Товарищ Комгив Ну что Вполне логично Раз там жили Пчелы Значит И делали мед А если бы там жили Ну например Мухи Что тогда Василий Иванович Тогда Петька Ты б уже По локоть В дерьме Был Потому как Известно Что где Мухи Там и Дерьмо Так что Тебе повезло Боец Это Мед В сотах Спасите Люди Помогите Товарищи Человеки Ой Ой Не надо Ой Не надо Больно Больно Петька Натворил делов Исправляй А как Как натворил Так и исправляй Легко сказать Прогнать угол Да где ж Думай Петька Ой Ох Помогите Ради бога Помогите Все отдам Все отдам Что у меня есть Все сделал И только Помогите Ох Терпи Дядя Сейчас Попробую Вот так Партизан Ищем Партизан Слыхать Да слыхал А вот Живьем До вас Видеть как Ты понимаешь Не доводилось Спишь потому Что много И это на посту Стыдно Больше не буду Правда Ну ладно Ладно За твое спасение Дед Полагается Нам Арбалет Эй Ловите Все равно Мне от него Никакого Проку Ну Выстрелю я Ну Вонзиться Стрела в доску И что Да стрелы то я Потом Все равно Не достану Была Стрела простая Стала С веревкой Ну-ка Василий Иванович Посторонись Что делать Собираешься Петр Сейчас Доску Загарпунивать буду Чего Чего Ничего Сейчас увидишь Ай да Петька Ай да Молоток Сам придумал А тох тоже Ну вот Можешь Ведь Когда захочешь Федосеич Вот я тут тебе Пчел принес Не знаю Твои ли На них же не написано Мои Мои Тут в округе Все пчелы мои Давай их сюда Родных Вот живы и даже здоровы А яд теперь как ожил Даже апатия прошла А все Пчелки мои родные Вернулись к дедушке Прошу заметить Не без посторонней помощи А ну да Конечно Я же спасибо еще не сказал Спасибо Теперь Ежели чего Обращайтесь И через болото Проведу На хутор Жеребец Или еще чего-нибудь Иди-ка Теперь ты и первый Петька Зачем? Да просто На всякий случай Кто такие? Да свои мы Свои Я Петька А это Василий Иванович Чапаев Чапаев? Что-то не похоже Вот у меня на лице написано Что меня Пров зовут А про вас не сказать Чем докажете? Да у нас документ есть С печатью Показать? Так это Грамоте мы не обучены Ну ладно Верю А чего вам надо? Хотим видеть командира отряда Никак это невозможно Совещается он Приказал не беспокоить И долго он совещаться будет Командир твой А кто его знает? Он уже Неделю Совещается Ха С кем это он Целую неделю Совещается? С кем С кем Один Он у нас Голова Ясно Вот что Петька Необходимо Это совещание Прервать А то Неизвестно До чего Человек в одиночку Да совещаться может О29 Товарищ комдив Нам колесо нужно Колесо? Да не то чтобы Но все равно Бери Пригодится Э-э-э-э, куда пригодится? Я вам дам А ну, слезай оттуда вам Тебе чё, колеса жалко? Жалко, потому что это не колесо вовсе, а вентиляция И брать её я вам не позволю Какая же это вентиляция? Если это обыкновенное колесо А вот какая и есть Для командира специально установлено, чтобы он спокойно себе совещаться мог Вы что, хотите, чтобы он там задохнулся? Ну вот, и не трожьте тогда И дровишки Возьму одно, а то зимы нынче холодные Печа, что ты городишь? Какие зимы? Да это я так, Василий Иванович, для красного словца Это дымоходная труба Петька, сначала дрова своровал, а теперь выкидываешь? Стыдно Ну куда ты, Петь, к полену суёшь? Оно тебе что, мешает? Да нет, вроде Ну и носи пока с собой Пойди, не надорвёшься Оставь дрова в покое, Пётр Последний раз тебе говорю Шо ж я, мартыш какая-нибудь? По крышам лазить Я красный командир Ты зачем туда, Петька, залез? Сейчас мы, Василий Иванович, этого заседателя выкуривать будем Кров, тревога! Враги сожгли родную хату Отбой, комиссар! Это я, Чапаев Василий Иванович, ты? А кто же мне хату-то поджёг? Да никто не поджёг Это Петька там шалит Петька, сымай гильзу Надо же было к тебе как-то прорваться Охрана твоя ни в какую не пропускала А что я, Дмитрий Андреевич? Вы ж сами приказали Ладно, заходите, Парик Петька, за мной! Ну, здравствуй, комиссар Шо же ты, заперся? Сидишь тут, света белого не видишь? Думаю, думаю, как от батьки Филина избавиться Да с центром связаться А что с центром? Да был тот у нас один боец Якшаров звали Так вот, ушёл он к бандитам Самогонка там, видите ли, дармовая Угни, да А с собой этот иуда от революции Трубку телефонную прихватил Уж не знаю, как он это сделал Но факт остаётся фактом И что теперь? А теперь вот с центром связаться не могу А они мне должны важную информацию передать И что теперь делать, не знаю Ещё и Анка в беду угодила Анка? Аннушка! Что с ней? По моим сведениям, она сейчас в плену у этого бандита Филина К сожительству её склоняет не до мерок, а? Но, Анк, стой-ка, я знаю Она ни за что на это не пойдёт Вот шо, Петька, Анку надо спасать Трубку возвращать, иначе грош нам с тобой цена Совершенно с тобой согласен, товарищ комдив Только... Никаких только, Петька Пора начинать действовать Сколько уже тут можно без дела шляться? Скажи-ка мне, Фурманов Что? Как это вы допустили, чтобы батька Филин со своей бандой в округе заправлял? Не допустишь тут, как же? Когда у них жратвы навалом, а до самогону? Вот и бегут к ним люди, на дармовые дхарчи Что же это у тебя, комиссар, за люди такие несознательные, а? Так ведь не со злого умысла от голода же бегут-то Запас харчей и сяк, хутор погорел А где харчи брать, когда кругом одно болото? Вы, значит, в партизаны подались? А мы в партизаны? Да что там? Сил-то неравные Еще этот Якшаров трубку спер Иуда Теперь с центром связи нет Да, положение нелегкое, но не безнадежное Мы там у тебя флаг над землянкой видели И что с тобой? Дырявый он у тебя какой-то Ты б его хоть зашил, что ли? Некогда мне еще с флагом возиться Пусть так висит Ну, как знаешь Да висит себе без дела Как ты без дела? А зачем он тебе? Вот нам с Петькой пригодился бы Отдай, а? Ну, знаешь ли, Чапаев Не в моих это правилах красным флагом разбрасываться А если это делу революции поможет? Ну, если только делу революции Значит, можно взять Ладно, берите Только аккуратнее и с ним Это же вам не портянка какая-нибудь Это знамя Про светлое будущее слыхал? Ну, слыхал И что ты по этому поводу думаешь? Да ничего не думаю Не до будущего мне сейчас Мне бы хоть с настоящим разобраться Ясно Зачем же ты Якшарову трубку забрать позволил? Кто? Я? Да что ж я, совсем, что ли? Это он сам стащил Стоило мне на пять минут отлучиться Хорошо еще, что документы секретные не нашел А то бы и их прихватил Тогда бы еще хуже было Да ладно, ничего Работай Знакомая пластинка А ну-ка, Петька, глянь Что там написано? Речь Командарма Семена Буденугу Точно Она Бери, пригодится А можно? Можно Товарищ комдив Глянь И тут роза висит Ничего удивительного, Петька Каждый сознательный боец Верный делу революции Имеет розу Люксембург Ты хотел сказать Портрет Розы Люксембург Ну да А ты что подумал? Ну это Я так и подумал Суслик Сам ты, Петька Это ж белка А я как сказал? А ты сказал суслик Сам ты суслик, Василий Иванович И дураку ясно, что это белка Может, чайку? Товарищ комдив Некогда нам, Петька, тут с тобой чаевничать У нас других дел полно Дела, Василий Иванович Не волки В лес не убегут Еще как убегут, Петька Да так, что не догонишь потом Товарищ комдив А почему Печку буржуйкой прозвали? Ее что, буржуями топили? Да, фантазия у тебя, Петька Бурная, но неправильная Да и сам ты Как будто не от мира сего Это ты мне сейчас вроде как Комплимент сказал, Василий Иванович Ага, только замаскированный А белка-то, Петька, непростая Ученая Электричество вырабатывает Да это и я так могу По колесу бегать и свет давать Ну, давай, попробуй Так это, колесо маловато, товарищ комдив Голова не влезет Чего-то к этому телефону не хватает, товарищ комдив Чего-то очень важного Да знам отчего Трубки к нему не хватает Телефонной Но это дело, Петька, поправимое Не переживай А я и не переживаю Эй, эй, куда руки к флагу тянешь? Да нам Фурманов разрешил Василий Иванович, скажи ему Ты, проф, извини Но это распоряжение комиссара Во избежание, так сказать, массовых беспорядков И для помощи общему революционному делу Флаг приказано изъять Эй, ну, если для дела революции? Вот именно Сымай, Петька Ну вот, а ты говорил, беспугало Враги сюда полезли Да я на самом деле от чернокнижного так загораживался А что чернокнижный? Что он тебе вообще может сделать? Да мало ли Он же колдун А колдуны способны на всякое Как твои пчелки? Да пчелки нормально Только вот сетка защитная куда-то пропала Сетка? Так это, наверное, в болото улетело Когда пугало развалилось Эх, и как я теперь без сетки буду? Меня ж пчелы покусают Но это же твои пчелы Может, они не станут кусать своего хозяина? Может, и не станут Не знаю Они пока спят Помнится, ты обещал нас через болото провести На хутор-жеребец И проведу, чего уж там Мне не трудно Идите за мной Только смотрите Никуда не сворачивайте Болото шутить не любит Засосет И дело с концом Пойдем, Петька Ну вот Ваш хутор погорелый Видите, все сгорело А мель стоит Это потому, что там Чернокнижный живет А кто он такой? Ну, Чернокнижный этот Колдун Как есть колдун И глаз у него не добрый Не хороший Эй, пойду я отсюда Почему? Не хочу лишний раз Чернокнижным встречаться Да и вам не советовал бы Но это вы сами решаете Ваше дело Товарищ комдив Может, мы тоже того пойдем? Стыдно, Петька Колдуна какого-то испугался Да и сказки это все Колдунов не бывает А почему тогда мельница не сгорела? Потому что она, Петька, каменная Понимать надо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok